Кто же может стоять за планом Артёменко по Крыму и Донбассу, раздумывали сегодня в парламенте. Там вообще соревновались, кто больше патриот и даже разругались из-за этого. Поводов хватало. Ольга Рыцарь продолжит. План Андрея Артёменко, который он предложил Трампу, сегодня топ-тема в кулуарах Согласительного Совета. Главный радикал Олег Ляшко после призыва забрать у коллеги мандат даже не вышел к прессе. А вот депутаты из других фракций напали на радикалов. Все, как один, заявляли, Артёменко должен понести уголовное наказание. Одни нардепы отстаивали позицию Ляшко, другие уверены. За планом Артёменко по Крыму и Донбассу стоит сам глава радикальной фракции и требует лишить неприкосновенности обоих. Ляшко дав доручение Артёменко ехать в Вашингтон и виправлять ошибку Ляшка, когда он заявил, что будет поддерживать исключительно Хиллари Клентон и ни в каком случае, за словами Ляшка, неадекватного Дональда Трампа. Я требую от президента Украины, от силовиков, первое, внести подание на избавление депутатской нетуторканности Ляшка и его депутата Артёменко. Другое, начать соответствующие проведения за статей «Державная зрада». Третье, избавить гражданства Ляшка и Артёменко. Мы категорично не подделяем таких заяв, позиции депутатов радикальной партии, которые говорят о том, что нужно договориться о том, что на 50 лет передать в аренду Крым, а может еще и Донбас, они скажут, Российской Федерации. Каждый депутат, который делает такие заявки, или выступает с такими сообщениями про легализацию оккупации, или про легализацию тех бандформований, которые захопили сегодня украинские территории на Сходе, мы считаем, что такие депутаты должны ответить перед Украиной. На этом выяснения, кто больше патриот, не закончились. С начала минуты молчания почтили память погибших на Майдане. В день третьей годовщины расстрелов обещали первым делом проголосовать закон. Впрочем, не обошлось и без взаимных обвинений. Сначала спорили, кто виноват в том, что организаторов расстрелов на Майдане до сих пор не нашли. Я хочу звонить, паня Оксану, к вам. Вице-спикер Верховной Рады Украины в одном из каналов телебачения в северной демагогии договорился до того, что люди, которые занимают главные посадки в стране, причетны к расстрелям на Майдане. Оксана, прекратите за обедом смотреть российские телеканалы. Пока вы не скажете, кто был виден ускоренными злочинами на Майдане, вы будете спорниками этих злочин. Все, выбирающиеся в Верховную Раду Украины, есть участниками Верховной Рады Украины и есть участниками всех этих злочин, со снегами власти. И знаете, это пытание выявиться, мне кажется, не порядок, не умеет. Выслови меня. А затем самопомощь обвинили в популизме и расшатывании ситуации в стране под видом блокады торговли на Донбассе. Фракция партии «Блок» Петра Порошенко закликает коллег припадать противозаконное блокирование Зелезничного Сполучения. Народ надеял вас повноважением, чтобы вы могли и важеннее влияние в законный способ решить вопрос государственной войны, а не злочинным метом создать кризу в среде Украины. Блокада – это объективная реальность реакции людей на олигархическое уничтожение и отдачу в колонию Украинской экономической страны. Особенно как человек, не как народного депутата. Меня это ввело в абсолютный шок. Познание, сколько тысяч, сотни тысяч вагонов разного продукта сегодня мы отсылаем врагу, чтобы его укрепить. Из-за ссори и эмоций повестку дня на неделю так и не обсудили. Тарифы, изменения в бюджет, а теперь еще и повышение цен на товары первой необходимости снова не в приоритете. Дискуссия, которая была, черговое подтверждение, что парламент живет окременно от людей жизни. Потому что сегодня, сколько мы слышали от людей страны, людей турбуют. Перш за все, это цены, тарифы, подвышение пенсии, впевнение в завтрашнем дне, рабочие места. А парламент занимается политическими чварами, взаимными звинувачениями. Это проблема, которая действительно турбует людей. Мы считаем, что если парламент не будет на них отвечать, то честнее было бы распуститься просто и обратить людям новый парламент. Оппозиция настаивает уже в эту пятницу, необходимо заслужить отчет правительства, на каких условиях Кабмин собирается получать очередной транш МВФ. А тему блокады предлагают рассмотреть за закрытыми дверями. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...